Сшили сосуды диаметром полтора миллиметра. Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы спасли жителя Башкирии, выполнив сложную и довольно редкую операцию под микроскопом. Мужчине не только полностью восстановили кровоснабжение головного мозга, он уже готов к полноценной жизни и выписывается домой. А чудо технологии Милана Поварницына. Как ваше самочувствие? Хорошо. Беспокоит что-нибудь? Нет, сейчас хорошо. Руки перед собой вытягивайте, глаза закройте. О том, что Сергею Масличу сделали серьезную операцию, напоминает лишь шрам на голове. Он уже собирается домой в Башкирию, а ведь исход мог быть совсем другой. Если бы не коллеги Сергея. Они заметили, что у него нарушилась речь. Срочно отправили в больницу. Уже в пути он перестал чувствовать левую сторону тела. Страшно, когда отнимается одна сторона, и ты не можешь ничего не поделать ни с ней. Ни идти не можешь, ни зацепиться ни за что рукой не можешь. А сейчас, дай бог, все работает хорошо. Причина всех недомоганий – ишемический инсульт. Говоря профессиональным языком, произошла закупорка отделов средней мозговой артерии – сосуда, которые питают примерно две трети всего головного мозга. Чтобы восстановить кровоток, специалисты ввели специальный катетер, а также сам инструмент, который захватил тромб и вывел его из сосуда. Однако, стоило врачам убрать катетер, как сосуд начал сужаться. Скулярная методика не срабатывала. Мы не могли справиться. И поэтому подключили более мощную артериалю. Это нейрохирург. Нейрохирург Дмитрий Марченко убрал часть кости черепа диаметром около двух сантиметров и начал делать по-настоящему ювелирную работу под микроскопом с увеличением в 30 раз. Нитью, которая тоньше человеческого волоса, в два раза он сшивал сосуды, диаметр которых всего полтора миллиметра. Операция длилась семь часов. Зона некроза была небольшая, а зона, где сниженный кровоток, то есть мозг еще живой, но ему не хватает крови, она была обширна. И как раз, сделав такую операцию, восстановив кровоток, мы восстановили кровоток и питание было восстановлено. Подобные операции для регионов редкость. Как правило, их делают в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Однако на счету врачей сургутской травмы их уже около 70. Правда, обычно манипуляцию выполняют не экстренным пациентам, тем, кто поступил в клинику спустя несколько недель после инсульта. А в первые часы после внезапной сосудистой катастрофы операцию провели всего пяти больным. Сергей Маслич стал шестым. Милана Поварницкая, телерадиокомпания Югра, при поддержке телекомпании Сургут Интерновости.